Дети и молодёжь орудуют граблями, и пенсионеры не уступают молодым. Работают с энтузиазмом, ведь задача – собрать как можно больше мусора. За него команда получает баллы. И бумаги, и бутылки, и стекло, и железяги, и мусор. Ничего только нет, там всего полно. Спустя полыгры к пункту сбора мусора уже было не подойти. Ветки и природный ссор – лишь малая часть коллекции. В основном участники игры ищут уникальные артефакты – старую технику, одежду и предметы быта. Мы нашли лежанку, там ещё подушка, одеяло, матрас. Мешок смешанного мусора скупщики оценивают в 2 балла. А вот за интересные находки можно получить до 10. Фотоохотники тоже могли принести команде дополнительные очки. Условия простое – снимок нужно выложить в соцсеть во время квеста. Очень приносилось много покрышек, деревьев и сапог. А ещё самое интересное было телефон и зарядка. И таких находок много. То, что не могли донести до общей свалки, вывозили на специальной технике. Всего в итоге собрали рекордное количество мусора – 2,5 тонны. Для проведения экологического проекта «Чистые игры» выбирается то место, в котором достаточное количество мусора. То есть он явен, виден, его много, и эффект будет как можно заметнее. В этот же вечер весь мусор вывезли на полигон с помощью пяти камазов. Всего в акции, организованной молодёжным центром «Горком-35», совместно с Центром по работе с населением и городской ассоциацией ТОС, приняли участие 35 команд. Результаты, конечно, очень приятные. Я думаю, что приятно не только участникам, участвующим в этой акции, получившим призы, но и жителям этого микрорайона, да и жителям города, которые здесь приезжают и отдыхают. «Чистые игры» – межрегиональный экологический проект, к которым присоединились многие города. Вологда третий год проводит подобные квесты. На этот раз выбрали три лучших команды. Победителями стали участники ДССО. Второе место – у экологического отряда «Грин Пипл». На третьей позиции – ребята из команды «Элма». Лучшим фотоохотником стала Екатерина Гараева. Команды-лидеры получили дипломы и сертификаты на посещение фитнес-студии. Ну а в завершении – горячий чай и общие селфи.